Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня я решила записать для вас вторую часть, видео про авиацию, в котором я расскажу про плюсы работы с ордесой или бортпроводником, как кому больше нравится. Возможно, в том видео кому-то показалось, что я жаловалась или что мне не нравилось работать, потому что я много рассказывала про усталость, про апатию, или про апатию, возможно, не рассказывала, но она была. В общем-то, я много делилась такими негативными моментами, но очевидно, потому что я рассказывала про минусы. Но в этом видео вы поймете, почему я безумно благодарна тому опыту, который дала мне эта работа. Также прошлое видео набрало больше всего просмотров на моем YouTube-канале, очень много комментариев, лайков и подписок, поэтому я хочу выразить огромную благодарность вам за обратную связь, мне безумно приятно, и именно это вдохновляет меня снимать дальше ролики. На многие вопросы я ответила прямо там в комментариях, но сейчас я так подумала и решила, что если вам уж очень интересна эта тема, то вы можете задавать вопросы также и под этим роликом, и я сниму отдельное видео, в котором отвечу на все самые интересные вопросы. Я решила распределить плюсы по мере того, как вы, предполагаемо, будете о них узнавать, то есть с самого момента трудоустройства, и потом уже постепенно-постепенно продвигаясь дальше и дальше. И, кстати, возможно, если кто-то из вас хочет стать бортпроводником и сомневается в этом, возможно, я подарю вам мотивацию, заряд энергии, а, возможно, у кого-то сегодня появится новая мечта. И сразу говорю, что я работала в авиации 4 года и уволилась полгода назад. Итак, первый плюс данной профессии — это то, что туда относительно легко попасть. Вам не нужен ни опыт, ни образование, точнее, оно как бы важно, но вы должны либо отучиться 11 классов, либо 9 и закончить колледж. То есть не обязательно получать высшее образование. Опыт работы тоже не потребуется, я бы даже сказала наоборот. Некоторым авиакомпаниям легче взять неопытного новичка и научить его сразу по себя, чем переучивать какого-то уже опытного сотрудника в другой сфере. Вам не нужны никакие навыки, потому что всему обучают, по крайней мере, такие авиакомпании, как «Победа», «Аэрофлот», «Россия». В общем, все самые крупные компании, у них есть свои центры обучения, которые обучают вас бесплатно. А если вы хотите работать в чартерной авиакомпании, то, вероятнее всего, вам уже нужно быть обученным, вам уже нужно будет закончить авиационную школу за свой счет, но тут уже каждый выбирает под себя. Выше образование не нужно, опыт не нужен, навыки не нужны, что же тогда нужно? Нужно просто, как говорится, быть хорошим человеком, но на самом деле какие-то навыки нужны, например, коммуникационные, но все равно, всему обучают, даже обучают тому, как выходить из конфликтов, как работать с конфликтными пассажирами и прочее. Наверное, нужно просто самому быть неконфликтным, легким человеком, с которым приятно общаться. Кстати, если вы планируете устраиваться в такую авиакомпанию, как Аэрофлот, в которой работала я, я не понаслышке знаю, что там проверяют, как человек реагирует на какие-то выпады, на провокации. Это означает, что на индивидуальном собеседовании, которое проходит тет-а-тет, вас могут начать провоцировать на то, чтобы вы повели себя как-то агрессивно, посмотреть вообще, способны вы на это или нет. И мой вам совет, в такие ситуации нужно просто дружелюбно улыбаться и пытаться создать какую-то благоприятную обстановку. Второй плюс, который я бы выделила следующим, это причастность к чему-то такому большому. Для человека вообще очень важно быть причастным к чему-то, к какой-то группе людей. Если это еще какая-то крупная компания, и он себя чувствует ее частью, то это действительно создает ощущение такого удовлетворения. И также к этому плюсу я могу отнести людей, именно которые работают в авиакомпании. В основном это бортпроводники, потому что практически все работники авиакомпании, бортпроводники очень добрые, очень дружелюбные, очень общительные. Мне почему-то кажется, что в авиацию приходят именно такие. И вообще, мне кажется, эта сфера привлекает очень сильно интересных личностей, поэтому если вы смотрите это видео, то наверняка вы очень интересные, многосторонняя, я бы даже сказала, личность. Третий плюс я осознала с возрастом, и это ежегодная медкомиссия. Это действительно важно, и очень приятный такой бонус, потому что каждый год вы сдаете в обязательном порядке анализы, кровь, вас осматривают врачи, такие как гинеколог, стоматолог, лорофтальмолог, терапевт и прочие. Я считаю, что это очень важно. Нужно ежегодно проходить чек-ап организма, и если это делается за счет авиакомпании, и еще эти дни считаются рабочими, то есть вам еще и платят за это, то это вообще втройне приятный бонус. Вообще, бортпроводники посещают медцентр раз в полгода, но полугодовой осмотр не такой серьезный, как ежегодный, поэтому мы его опустим. Четвертый плюс, который я хочу выделить, это тоже люди, но это уже пассажиры. В прошлом своем видео я рассказывала, что бывают пассажиры конфликтные, очевидно. Бывают не очень приятные пассажиры, но это чаще всего исключение из правил, потому что в основном все люди очень позитивные, очень добродушные, они не скупятся на комплименты, на добрые слова. И, как я заметила, именно стюардессам намного легче говорить комплименты, потому что как будто бы они для этого созданы. Вот они созданы стоять в самолете, чтобы им говорили, какие они красивые. Я помню однажды ситуацию, момента, когда я была очень какой-то грустной, у меня было какое-то такое непонятное состояние и спешка, и я была какая-то грустная, что ли, раздраженная. И пассажир сделал очень приятный комплимент, и я тогда задумалась, остановилась, знаете, так осознала, что вообще происходит. И у меня очень поднялось настроение, и это действительно очень приятно. Также некоторые пассажиры дают приятные подарочки, например, шоколадку, либо какие-то сувениры из места, в котором они были. Ну и также они могут оставить чаевые, только сейчас это не особо принято, поэтому это происходит очень редко. В основном оставляют чаевые в бизнес-классе. Пятый плюс, мой самый любимый, это командировки. Благодаря работе я побывала в таких странах, как Испания, Казахстан, Эмираты, Вьетнам, Китай, Япония, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, Таиланд и Доминикана. Это то, что я вспомнила сейчас. Возможно, я упустила одну-две страны. Это как бы ни много ни мало, потому что если сравнивать с мировыми авиакомпаниями, то, конечно, список довольно скудный. Но, тем не менее, это безумно приятный бонус, когда сегодня ты гуляешь в одной стране, через две недели ты гуляешь в другой стране. Понятное дело, командировки не постоянно. То есть не каждый рейс бортпроводники летают в командировки. Но, тем не менее, обычно стабильно два раза в месяц, иногда бывает три. Именно про аэрофлот я сейчас говорю. В чартерных авиакомпаниях, насколько я знаю, командировок больше. Они также сами по себе дольше. Но бортпроводники проводят очень мало времени дома. Да и в целом, знаете, это не особо семейная профессия. Шестой плюс. Это для кого-то может быть минус, для кого-то плюс. Все мы разные, индивидуальные. Это зарплата. Зарплата у рядового бортпроводника в среднем 100 тысяч рублей. Это в Москве. Опять же, все мы разные. Для кого-то это много, для кого-то мало. Но, на мой взгляд, для молодой девушки, которая только начинает развиваться, это достаточно хорошая сумма. Но для взрослой девушки уже в отношениях, уже, возможно, которая планирует ребенка, Да и в целом, если она работает уже долго, зарплата остается такой же. Она особо не меняется, только индексируется. Но, на самом деле, индексирование должно быть, обязано быть каждый год в каждой работе. И еще один плюс, наверное, последний на сегодня. Я объединил несколько плюсов в один и назову это соцпакет. Это означает, что для девушек, это означает, что если вы планируете ребенка, если вы забеременели, то с момента, как вы узнали об этой чудесной новости, вы уходите в декрет. И это означает, что до рождения ребенка вам будет выплачиваться средняя зарплата, как если бы вы работали, продолжали работать в авиакомпании, но при этом вы сидите дома. А уже потом, после рождения, в течение трех лет, вы также можете просидеть в декрете, но там уже сумма выплаты изменяется, и сумма выплаты становится все меньше и меньше. Также для всех, для мужчин и женщин, соцпакет означает, что если женщины проработают в авиации стюардессой более семи лет, они уйдут на пенсию на пять лет раньше. И если мужчины отработают более десяти лет, они также уйдут на пенсию на пять лет раньше. Это довольно приятный бонус, но на самом деле отработать семь лет, мне кажется, довольно сложно. Но, наверное, я все-таки сужу по себе. Я такой человек, который очень любит перемены. Но, кстати, именно для таких людей, мне кажется, эта профессия подходит идеально, потому что у них постоянные перемены, у них нет четкого графика, у них нет четкого расписания. Но, тем не менее, проработать семь лет у меня не получилось. И также в этот срок семь лет не входит, если вы будете сидеть в декрете, если вы будете брать больничный, не входит отпуска. А, и, кстати, я забыла точно про отпуска. У борт проводников потрясающие 70 дней отпуска. Эти 70 дней в аэрофлоте, например, делят на 28, 35 и 7. По-моему, это просто замечательно. Еще один плюс я забыла. Это, конечно же, скидки на билеты. Скидки на билеты могут доходить до 90%. По таким служебным билетам я летала с мужем в Индию бизнес-классом. Это был замечательный полет, в который половину мы проспали. В горизонтальном положении это было дико комфортно. Насколько я помню, билет в одну сторону бизнес-классом на одного человека стоил 10 тысяч рублей. За 7-часовой полет это просто подарок. Также по этим служебным билетам мы летали и экономическим классом. Иногда билеты выходили по тысячу-полторы рублей. Но тут, конечно, есть нюанс. Такие билеты называются подсадные. То есть, что это означает? Это означает, что если я купила этот билет, я прихожу на регистрацию и жду, когда зарегистрируются все пассажиры, чтобы узнать, есть ли для меня место свободное в самолете. Поэтому, если свободных мест в самолете не будет, этим рейсом я не улечу и мне придется ждать следующий. Вот такие вот правила данных билетов, но зато огромная скидка. Возможно, это стоит того. Практически всегда, когда мы брали такие билеты, мы в итоге улетали. Но был один раз, когда мой муж не смог улететь. Это было год назад, когда в аэропортах было просто не протолкнуться. Но ничего, он дождался следующего рейса и улетел им. Собственно, да, вот такие вот получились плюсы работы. Возможно, кого-то вдохновило, замотивировало, у кого-то появилась новая цель, мечта. И в конце видео я хочу ответить на пару вопросов из комментариев к предыдущему видео про минусы. На этом видео уже 7000 просмотров. Опять же, я решила сделать полноценное видео с вопросами, поэтому оставляйте их внизу. Сейчас я отвечу просто на два. Спасибо за видео, тоже собираю свой аэрофлот, но пока получаю образование. И все-таки хотелось бы больше о нынешней ситуации в авиакомпании. С 2021 года много всего изменилось, и те же истории про командировки в Японии уже не актуальны. Актуальны те командировки, куда летает аэрофлот, поэтому просто можете посмотреть географию полета авиакомпании аэрофлот. Я знаю, что аэрофлот сейчас летает в Таиланд, на Мальдивы. Китай также начал летать недавно. Также это Индия, по-моему, Шри-Ланка. И в целом, вот все страны и города, куда летает аэрофлот больше 5 часов, больше 4-5 часов, в каждом городе бортпроводники остаются отдыхать. Еще был вопрос про медкомиссию, но это я уже отвечу в следующем видео. Спасибо за видео. А какая зарплата и сколько часов полета в месяц? Зарплата, опять же, около 100 тысяч, но никто не назовет вам точную сумму, потому что она меняется от многих-многих факторов. Начиная от летных часов в месяц, заканчивая вашим стажем, вашей оценкой по английскому. Также могут появляться премии за проданные товары из магазина. В аэрофлоте этот магазин называется Sky Shop. И сколько часов полета в месяц? Опять же, это всегда по-разному. По закону вы можете летать не более 80 часов в месяц, но также вы можете подписать договор с авиакомпанией, чтобы вы могли летать не более 90 часов в месяц. То есть добавили еще 10 часов. Больше 90 часов летать в России по трудовому кодексу нельзя. Но, кстати, чартерные авиакомпании не всегда соблюдают это правило, поэтому в среднем вы летаете от 80 до 90 часов в месяц. Конечно же, во времена ковида эти цифры были намного меньше. Эти цифры по зарплате тоже были намного меньше. Но сейчас ситуация все-таки наладилась, и снова бортпроводники летают положенное количество часов, за которые могут получить достойную зарплату. И на этом мое видео подходит к концу. Не забывайте подписываться на мой канал. Это мотивирует меня снимать еще больше видео. Также можете подписаться на мой инстаграм. Там я выкладываю сторис в режиме онлайн. И не забывайте ставить лайк и пишите ваши вопросы.